Горностай в мультфильме «Легенда о большом сзади». Автор сценария Дэвид Фейс – Майкл Райан. Режиссёр Дэвид Фейс. Привет! Я Горностай. Известный учёный, паранормалист и маленькая пушистая млекопитающая. Добро пожаловать на очередную серию «Поиски потерянных легенд» и прочей чепухи. И, как всегда, я рад вам представить моего милого ассистента И.Р. Бабуина. Бабуин, принеси мне, пожалуйста, горячий шоколад. Спасибо, милый ассистент. Эй, эта чашка пуста. Ты что-нибудь пил? Нет. Хм, похоже, мне придётся идти на поиски нового милого ассистента. Ха-ха-ха, шучу. Сегодняшнее шоу проходит высоко в Гималаях в поисках легендарного Большого Зада. Включайте плёнку, Орн. Гималай – верхушка мира, выступающая на 25 тысяч футов в тибетское небо. Так сказать, эй, я одна большая гора? Жаль. Наши поиски Большого Зада начались у подножья Большой горы, которую местные жители почтительно называют Большая гора, где я договаривался об услугах с местным жителем Шепрой и его яком. Здравствуйте, мистер Шепра. Я хочу нанять вас и вашего яка, чтобы поднять нас на Гималайи для поиска... Эй, минуточку! Почему вы подумали, что я работаю на Шепру? Он работает на меня! Ах, вы как и все остальные! Мы поднимаем ваш клан на эту мерзкую гору! Не Шепры! Посмотрите на его снегоступы! Это же привязанный к ногам теннисной ракетки! Вперед! Нанимай Гения Шепру! Я позволяю! Я решил позволить моему ассистенту быть моим проводником и нести наш багаж. Базовый лагерь один. Мы уже довольно высоко. Я пробовал мой прибор поиска Большого Зада, который я изобрел, чтобы следить, есть ли он рядом. Прибор для поиска Большого Зада. По крайней мере, он работает. Похоже, мы нашли первую улику. Следы Большого Зада на снегу. Обнаружить Большой Зад удавалось редко. Сэр Эдмунд Хиллари близко столкнулся с Большим Задом во время своей экспедиции на Эверест. А Тенцик Мёргей нашел Большой Зад в своем доме после того же восхождения. Он оказался живой Тенцика. Эти следы убеждают меня в истинности существования Большого Зада. Теперь ничто меня не остановит, ведь я Горностай, экстраординарный паранормалист. Теперь веди, милый ассистент Бугуин. Наши поиски были сопряжены с опасностями. Ледяные расщелины 10 тысяч футов глубиной. Надо было перейти. Смотрите сюда! После пребывания в больнице и трех месяцев реабилитации, мы возобновили наши поиски Большого Зада в Гималая. Во время восхождения нам встречались разные легенды. Бугуин, смотри, это Бигфут. Ай, что это? Большой глаз? Ну это совсем глупо. Около вершины мы еще раз увидели следы Большого Зада. Эти следы еще теплые, и они ведут нас прямо в пещеру. Когда я нашел логово этого загадочного большезадного создания, я почувствовал героическое напряжение этого взрывоопасного момента. Смешение миров, как оно есть. Эй, Бабуин, я говорю серьезно, иди, порадуйся со мной. Я на пороге Большого Открытия, равного по значимости лампочки Эдисона и изобретению Меллоинштейном, которым он написал Е равно МЦ квадрат. Я вглянусь в тебя, ледяная пещера. Еще одна тайна вселенной будет разрушена блестящим топором науки. Бабуин, ты разделишь со мной этот волшебный момент? Эйр слишком замерз, чтобы делить какое-либо волшебство. Почему снеговик в твоем пальто? Потому что он выглядит замерзшим, и Эйр его пожалел. Быстро, дай мне камеру. Спасибо. Нет, ты что? С камеры я зашел в логово легендарного Большого Зада. У-у-у, вы удивлены? Ну? Большой зад? Нет, вы не Большой зад. Ха-ха-ха, он слишком добр. Я готов сняться для нескольких фото, чтобы стать знаменитым. Давайте, снимайте мою тыкву! Ха-ха-ха-ха-ха. Я очень расстроен, что все это просто розыгрыш, подстроенный толстым красным обманщиком без штанов. О-о-о! Толстым? Зачем? Зачем вы это делаете? Я все делал, чтобы привлечь внимание. Ха-ха-ха, это преступление. Мой папа был Бигфутом. Ему уделяли много внимания. Потом однажды он пошел за молоком, когда мне было 9 лет, и больше не возвращался. Ха-ха-ха. Не плачьте, я привел кое-кого. Папа! Ох, папа! Я так счастлив! О-о-о! Не верится, что это ты... Так ты принес молоко, папочка! Какой трогательный момент. Ну, Бабуин, похоже, очередная легенда оказалась обманом. Поехали в Шотландию на поиски лохнесского чудовища. Проверим, реально ли оно. Лохнесс – доисторическое озеро, пристанище Несси. О, Несси! Бабуин! Это Несси! Она настоящая! Что? А-а-а! Помоги мне! Это великий момент. Наконец-то я открою что-то по-настоящему удивительное. Хе-хе-хе-хе. Опять он! Ха-ха-ха! Работа всей моей жизни уничтожила. Все они настоящие. Эй, гордостай! Я выбрал неправильное направление работы. Почему я не послушался маму? Эй, посмотри! Ха-ха-ха-ха! Не сейчас, Бабуин. Ты что, не видишь? Я расстроен. Я провалился. Все вокруг ненастоящее. Эх, здесь снежный человек, Санта-Клаус, Паскальный кролик, Супнайпея, НЛО и Несси. Да, точно. О короле-королеве сыра режиссер в моем шоу. Моя-королеве сыра режиссер в моем шоу. Чи не агент? Да. Продолжение следует...